Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Taxi Boss. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Ссылка на сам чит и скрипт, как всегда, будет в описании. Первым делом, что нам нужно сделать, это, естественно, скачать и открыть чит. И после этого заинжектиться. То есть нажимаем на кнопочку Inject. И ждём, пока мы с вами заинжектимся. Всё, у меня получилось, отлично. Также, смотрите, у кого инжект не сработал, значит заходим в настройки. И здесь есть две версии инжекта. Версия 2.0 и вот по-другому как-то называются Pappy Milk V3. Вот, какую-то из них выбираете и с помощью них у вас получится заинжектиться. Если у вас изначально инжект не сработал. Так, после этого вставляем сюда скрипт и нажимаем кнопочку Exclude. Всё, вот он появляется. Здесь, получается, нужно выбрать размер. Либо большой, либо маленький. Я выберу маленький, потому что с маленьким, естественно, удобнее. После этого нажимаем на домик. В принципе, функций довольно много. Значит, спауним машину. Идём в неё и садимся. И после этого начинаем включать функции. Сейчас я вам, в принципе, объясню. Значит, смотрите. Первым делом, что я вам хочу показать. Вот, смотрите, сейчас скорость у машины, ну, в принципе, довольно маленькая. Как видите, долго разгоняется и не быстро едет. А здесь есть функция Modificated Car. Нажимаем её. Всё. И смотрите, что сейчас произойдёт. Как видите, буквально за секунду она набрала максимальную скорость, которую, получается, может набрать здесь автомобиль, самый быстрый. Конечно, управлять ей на такой скорости довольно сложно, но можно, в принципе, привыкнуть. И будет довольно легко. Как видите, скорость очень большая. Я даже вон врезался и отлетел. Так, значит, идём дальше. Смотрите, у моей машины получается, либо же у меня, рейтинг 2.2. Значит, здесь мы выбираем с вами, допустим, либо 1 рейтинг, либо 2. То есть, если у вас, допустим, рейтинг 10, то вы, в принципе, можете из вот этих цифр любой рейтинг выбрать. Сейчас вам покажу, для чего это. Ну, допустим, давайте выберем 2. Всё, отлично, мы выбрали. И нажимаем на кнопочку C, английскую. Так, мне тут пишут закрыть, а не закрыть, а choose рейтинг. Чему-то я не могу тупыхнуться. Ладно. А, я не выбрал просто, извиняюсь. Так, нажимаем на кнопочку C. И, как видите, здесь пишет какую-то ошибку. Как я понимаю, скорее всего, в этой области нету пассажиров с таким рейтингом. Давайте, допустим, попробуем чуть подальше отъехать. Может быть, получится. Так. Я надеюсь, я не застрял. Потому что такое здесь возможно. И я, походу, застрял, да? Будет, конечно, не весело. Нет, выехать отсюда я, к сожалению, не могу. Так, окей, выходим тогда с машины. Попробуем её заново заспавнить. Надеюсь, она недалеко появится. Появилась далеко. Так, давайте попробуем тупыхнуться в гараж. Не знаю, для чего я это сделал. Как мне к машине тупыхнуться теперь? Интересно. Бежать до неё очень долго, как видите. Так, короче, ладно, давайте я сейчас добегу до неё. Либо же перезайду. И мы с вами продолжим. Короче, оказывается, бежать недалеко нужно было. Я вот буквально за угол зашёл. И вот здесь машина появилась. Отлично. Так, залазим в неё. Как видите, опять она едет довольно медленно. Разгоняется тоже медленно. Опять юзаем эту функцию. И всё у нас начинает работать. Так, и давайте ещё раз попробуем найти пассажира с рейтингом 2. Как видите, не находит. Окей, давайте тогда поставим рейтинг 1. И, как видите, с рейтингом 1 всё работает. То есть, я нажал на английскую кнопку С. И, как видите, меня к нему тп ходит. Дальше. Следующая функция. Это автопарк. То есть, вы берёте пассажира. Вам нужно его довести до определённого места. И там получается остановиться на зелёном квадрате. Давайте выберем 0,5. Так, берём пассажира. И пробуем нажать на кнопочку Х. Как видите, телепорт именно на саму точку не работает. К сожалению. Получается, здесь нужно пассажиров вам довозить самому. Давайте, в принципе, сейчас попробуем довезти. Конечно, управлять на большой скорости довольно сложно. Но зато за счёт того, что вы быстро едете, получается, пассажир будет очень доволен и больше вам заплатит. Так, а надеюсь, ехать недалеко. А то бывают такие пассажиры, которых нужно очень далеко отвозить. Так, всё отлично. Вот он получается, этот квадрат. И смотрите, если мы сейчас нажмём на кнопочку Х, нас телепортирует сюда, потому что мы рядом находимся с этим квадратом. Но почему-то, как видите, это не хочет функция работать. Я не знаю, конечно, с чем это связано. А вот, кстати, я 0.8 поставил и, как видите, заработало. То есть, всё-таки функция там работает. Теперь, получается, оставшиеся функции. В принципе, эти функции просто за вас всё будут делать. То есть, автопарк. Авто, получается, подбор этих персонажей. Ну, то есть, ботов. То есть, не вы бота садить будете, а за вас автоматически быстренько посадят, получается, скрипт. И автопик-эвент-костюмер. Это какой-то ивент, не знаю, что он делает. В принципе, можете сами узнать. И если вы играете, я думаю, вы поймёте, о чём здесь написано и что эта функция делает. Так, значит, смотрите. Нажимаем на кнопочку С английскую. Как видите, мы тпхнулись. К нашему пассажиру. Он автоматически взялся. Теперь мы с вами едем. Отвозим его до точки. И когда мы близко к точке подъедем, нас телепортнёт на квадрат зелёный, который мы должны встать. И пассажир выйдет и оставит нам деньги. Как видите, меня тпхнуло. Но, как видите, почему-то опять не хочет пассажир высаживаться. Тут, получается, нужно подбирать, как я понимаю, циферки. И смотрите, это, получается, расстояние от земли до пола, как я понял. Ну, как видите, функция, в принципе, немножечко криво работает. Даже, наверное, легче будет самому пассажирам высаживать, чем использовать крипт. Ну, возможно, здесь как-то подобрать. Но, получается, это расстояние не на всех этих будет работать, где нужно высаживать пассажира. Потому что сейчас я подобрать не могу, как видите. Почему-то не получается. Так, ладно, фикс ним. Значит, смотрите, если у вас такая фигня происходит, просто отключаете автопарк, нажимаете на кнопочку X, и всё. Эта функция больше работать у вас не будет. Дальше сами подъезжаете, становитесь, и высаживаете пассажира. Отлично. Также здесь вот какие-то есть пассажиры. Не знаю, что они делают. Давайте попробуем его забрать. Так, всё отлично. Получилось. И быстренько попробуем его отвезти, чтобы он был доволен. Не знаю, получится у меня это сделать или нет. Так, когда, кстати, заезжаем на мост, может немножко вас подкинуть. Вот, как видите, сейчас меня подкинуло. Так что, когда на мосты или подъёмы заезжаете, желательно скорость сбрасываете. Так, всё отлично, довезли. Ага, как я понял, получается, это пассажир, которого нужно было довезти до магазина. А сейчас он, получается, в магазине закупится. После этого опять ко мне сядет машина, его нужно будет обратно отвезти. Вроде бы это так работает. Если я, конечно же, правильно понял. Я вот не знаю, мне можно уезжать или нет. Интересно. Скорее всего нет, потому что другие здесь, как я вижу, ждут пассажиров. А, или это по-другому работает. Сейчас он, получается, закупается. После этого мне скажут приехать его забрать, скорее всего, и отвезти обратно. Возможно, это так работает. Ну ладно, в принципе, не суть. Также, кстати, ради фана можно здесь сбивать машины. Из-за того, что у вас большая скорость. Вот, смотрите. Оп, машину сбили. И, как видите, сейчас она пропадёт. Всё, она пропала. В принципе, тоже довольно прикольно. Опять забиваем, и она сейчас опять пропадёт. Ну ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Скрипт, я думаю, довольно крутой. В принципе, можете пользоваться. Все ссылки будут в описании. На этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Всем удачи. И пока.